Приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Нас тут постоянно отвлекает от пива сыра и колбас сбор урожая. Сегодня мы собрали такой вот урожай черной смородины и хотим вам рассказать два легких способа приготовить два чудесных варенья. Первый способ вообще просто 5-минутный. Вы же любите полакомиться смородиновым вареньем зимой? Я люблю. Так вот первый 5-минутный способ это перетертая смородина с сахаром. А второй способ это смородиновый джем. И естественно для первого способа нам понадобится смородина. Как ни удивительно мы ее отобрали от плодоножек, почистили и хорошенько промыли под проточной водой. Также нам понадобится вот такая вот замечательная штука, кухонный блендер. И естественно сахар друзья. Сахар надо использовать из расчета 2 к 1. То есть на 1 килограмм смородины мы используем 2 килограмма сахара. В таком соотношении смородина у вас перетертая в баночке сможет храниться несколько лет. Начнем перетирать. Перед началом работы с ягодой мы засыпаем ее первым килограммом сахара и взбиваем блендером. И пока Лариса остановилась с блендером по техническим причинам, я расскажу про баночки. Баночки мы подготовили и пастеризовали и баночки в кипятке и крышки, чтобы в них не осталось никаких бактерий, чтобы наша смородина хранилась. Хочу также сказать, эта смородина перетертая, она сохраняет в себе абсолютно все полезные функции. То есть если в вареном варенье все-таки разрушаются клетки и теряется какая-то часть микроэлементов и полезных витаминов, то в перетертом варенье все абсолютно сохраняется. Кстати, смородина очень круто при простуде. Лариса устранила технические проблемы и будет ее перетирать дальше. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. И у нас получилась вот такая однородная масса. Она, конечно, очень сладкая. Я вообще сладкоежка, я люблю сладкое. Я люблю такое варенье с чаечком, с булочкой, с маселцем. Это вообще кайф вечерком. Естественно, сахар растворится. То есть он не будет в готовом варенье, уже крупинок сахара не будет. Он полностью растворится. И нам осталось только, так сказать, эту смородину разлить по баночкам, которые мы заранее предварительно подготовили. И, естественно, так как ягоды сырые, тут надо соблюдать стерильность, чтобы были банки чистые, руки чистые и все инструменты, ну, в буквальном смысле, стерильные, скажем так, отдатые кипятком, как минимум. Используя наше приспособление для консервации, легко и непринужденно разливаем наше варенье в баночки. Как видите, вся процедура приготовления варенья на зиму заняла не больше 15 минут. Ну, может, еще минут 5 мы потратили на подготовку банок. Ну, самое главное преимущество, очень вкусно с таким еще, с перетертой смородиной, очень вкусно делать чай. Вот автомобилисты знают, на заправках ОКО продается, по-моему, за 25 гривен пакетик чая со смородиной. Это вот примерно такая же штука, только она стоит в разы дешевле в данном случае. То есть, для того, чтобы сделать чай, берем ложечку-другую варенья, заливаем кипяточком и получается бомба. Ну, ложечку-другую варенью. А что ты будешь делать? Теперь, так как у нас варенье сырое, чтобы оно не покрывалось в процессе, ну, чтобы лучше хранилось, его нужно присыпать немножко сахаром. Вот так вот сверху. В данном случае, друзья, сахар выступает консервантом. Ну, мы закрываем все. Посыпаем сахар, закрываем и единственный нюанс, переворачивать его не надо уже, то есть ставить на крышку, как вареное варенье. И такое варенье, естественно, мы храним в холодильнике, потому что оно сырое. Друзья, как бы с этим первым простым методом мы закончили и перейдем к более сложному методу приготовления смородинового джема. Мы промыли смородину, особо не заморачивались с ее очисткой от плодоножек, потому что мы из джема, естественно, все ягодные остатки будем убирать. Ставим ее на нагрев в кастрюльке и доливаем полстаканчика воды. И доводим после этого до кипения. Как только она закипит, вернее, в процессе доведения до кипения, смородину надо периодически помешивать, чтобы она не пригорела. Чтобы она размягчалась еще. Да, и чтобы она размягчалась, в процессе надо стараться разминать ягоды, чтобы лопалась кожура ягоды, чтобы размягчать структуру. Потому что в любом случае, естественно, вы знаете, что джем, он не имеет никаких остатков ягод. Это исключительно желе будет. Вот такое вот смородиновое у нас тоже очень-очень вкусное. Поэтому нагреваем и периодически помешиваем. Варилась смородинка где-то минут 25. Лариса ее помешивала меньше минут 20. И она разварилась вот в такую вот кашицу. И Лариса ее, естественно, немножко разминала. Теперь нам, друзья, понадобится вот такое вот металлическое сито кухонное. И мы набираем смородинку, не снимая ее с огня, она там на медленном огне себе варится. И процеживаем ее через это сито. Но не просто процеживаем, а сейчас Лариса покажет еще одно хитрое действие. Вот так вот ложечкой как бы протираем ее через сито. Таким образом, чтобы у нас вся мякоть ягодки просочилась через сито металлическое. А в самом сите осталось только кожура и косточки. Такую вот процедуру нам надо выполнить со всем варевом. Поэтому я и говорил, что чистить изначально ее не надо. То есть надо просто вымыть, просто хорошо помыть. А все плодоножки и всякая подобная история у нас останется в этом сите. У нас через него просочится только чистенький джем. Лариса перетерла. 3 килограмма смородинки. Вот такая вот получилась желейка. Покажи, пожалуйста, на ложечке. Очень красивая, очень аппетитная. И мы ее опять ставим на огонь. И перед этим ее надо, естественно, взвесить. Получилось у нас 3 килограмма желейки. Перетирание заняло около 20 минут. Теперь нам надо на каждый килограмм нашего желе добавить 700 грамм сахара. Довести до кипения и варить 10 минут. Естественно, добавляем сахар и перемешиваем. Варить на среднем огне, не на очень большом. Я думаю, постоянно помешивать, да? Да. Время от времени помешиваем. Доводим наш джемик до кипения и помешиваем его время от времени. После этого варим 10 минут. Пока он будет вариться, можем опять же таки пастеризовать банки. Лариса это делает, как видите, просто в кастрюльке с кипяточком. Баночки подготовлены. Мы варим наш джемик и сейчас будем его разливать. 10 минут на медленном огне прокипел наш смородиновый джем и можем его разлить по баночкам. Баночки мы предварительно простерилизовали. И с помощью нашего умного приспособления для консервации разливаем варенько по баночкам. Естественно, оно сейчас жидкое, а после того, как оно остынет, оно загустеет и получится настоящий. И тут есть один секрет. Банки не закручиваем сразу, а даем постоять где-то минут 5-7 открытые. Желательно, чтобы туда не попала никакая пыль, никакой мусор. В чистых условиях все это делаем. Даем постоять открытые, чтобы сверху джем покрылся пленочкой. И после этого, через 5-7 минут, но я думаю, лучше даже 7, уже закрываем все банки. То есть мы как раз разливаем все банки, оставляем их открытые, чтобы оно немножко остыло, покрылось пленочкой. И после этого все банки закручиваем. Или закручиваем, если у вас крышка винт, или закатываем, если у вас закаточная крышка. Полностью готовы, друзья, наши два вида вареница. И вид оно имеет очень красивый, и вкус, поверьте, тоже. Я вот попробовал то, которое перетертое, у нас осталось чуть больше лишней баночки. Реально вареница потрясающая. Но я вообще очень сильно люблю черносмородиновое варенье, и перетертую черносмородиную. И я думаю, что вам тоже понравится. Надеюсь, что это видео, друзья, было для вас полезно, и у вас получится такое же замечательное варенье, как и у нас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а мы будем готовить для вас новые видео. Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok